Давайте начнем с того, как выбрать профессию, свою профессию. Давайте начнем с того, почему вы до сих пор ее не выбрали. Те же люди, которые сразу выбирают, они даже не думают об этом. Я не выбирал, но я сразу понял, что я буду врачом. Я хотел помогать людям. Ну, как бы я оформился, это как врач, психолог. Но моя цель была помогать людям. Почему вы до сих пор не выбрали вы? В чем причина? У вас нет понимания внутри, как работать. И поэтому попадает под влияние других людей. Вы знаете, что хотите. Насколько сильно знаете. Насколько сильно знаете. Нормально? Вот смотрите, допустим, я знаю, что я хочу замуж взять эту девушку. Но у меня есть проблема. Меня все обговаривают, много друзей, других людей. И поэтому я не могу ее взять замуж. Я нормально это знаю или ненормально? Ненормально? У меня не хватает знания о том, что я хочу взять ее замужем. Надо больше общаться с ней. Если я попал в под влияние вот этой информации, значит, у меня не хватает знания. Как определить, у меня хватает знания или нет? Знание дает веру. Что дает знание? Вот веру, смотрите. Признаки утверждения знания в сердце. Первый признак – спокойствие. Следующий признак. А спокойствие означает, у меня все хорошо, я правильно выбор сделал. Спокойствие. Мне говорят, да не та работа у тебя. Нет. Ну, спокойное сердце. Та работа. Спокойствие. Дальше. Следующий признак знания. Вера. У меня не просто о спокойствии. Мне говорят, да ты, Олег Геннадьевич, не должен был лекции читать. Ты должен был другими вещами заниматься. У тебя по карте это астрологически сказано. А у меня вера. Я говорю, да ты что, с ума сошел? Это же очень важно дело, которое я делаю. У меня вера уже есть. Не то, что спокойствие. Я не то, что я думаю, ну, давай, давай. Или Емеля, там, твоя неделя. Нет. У меня другое чувство уже. Я говорю, нет, это неправда. Я чувствую веру, что я правильно делаю. У меня есть много признаков того, что я правильное делаю. Есть много подтверждений. Это мои наставники. Один старший ко мне подошел в Индии. Он обычно ко мне не подходил никогда. Но он подошел. Это наставник. Очень возвышенная личность для меня. И он подошел ко мне. Такой, просто сам подошел и смотрит на меня. Должен читать лекции на английском языке. Я говорю, да я вообще, это для меня английский такой, что народ будет, это будет не лекция, а водевиль, там, или как это. Назовется, юмор будет сплошной. Потому что нужно такой английский, что весело послушать. А у него красивый английский очень. Он закончил в свое время очень престижный гусь, такой он очень красивый язык. Он говорит, ну ничего, ты выучишь. И так далее. То есть видите, как есть благословение. То есть это означает вера. То есть есть уже вера. То есть я должен этим заниматься. Это следующий уровень. То есть еще более высокий уровень. Это решимость, понимаете. Решимость рождает необыкновенные ситуации. Как Александр Матросов бросился на амбразуру. Это необыкновенная ситуация. Смотрите, вокруг солдаты. Они не могут идти вперед. Потому что амбразура, там стреляет пулемет. И человек отдал свою жизнь. Он просто закрыл своим телом эту амбразуру. О, видите, уже прошло. Первая стадия прошла. Вы поняли, что вы не до конца знаете. Первая стадия — это понять, чего мне не хватает. Запомните, всегда человеку не хватает только знания. Но всегда человек об этом не знает. Потому что ситуация, когда человек попадает в ситуацию, первое, что ситуация делает с мозгами, она лишает знания. И у Олега Геннадьевича так же. Поэтому мне так же нужен наставник. Потому что когда человек попадает в ситуацию, время, что делает, самое первое с человеком, она лишает его знания. Вот я сейчас говорю много вещей, но есть ситуации, в которой я требую, мне требуется наставник. Почему? Потому что ситуация влияет на мои мозги уже, и меня лишает знания в этой ситуации конкретно. И мне нужен наставник, с которым я советую, и мои мозги встают на место. Мой разум встает на место, у меня проходит смущение. И я хотя и знал, что нужно знание самое главное, но у меня его не было. Поэтому всегда первое, что происходит, это возвращение знания. То есть и так вернулось знание. Вы поняли, что вы не знаете до конца, что вы поняли, кем вам работать. У вас не хватает знания. Теперь следующий шаг, что делать. И с разных путей. Путь невежести означает, ничего не делать. Просто ждать. Работа сама придет в твою жизнь. Особенно женщине классно ждать. Она будет сидеть дома, спать много, перекусывать, мечтать, когда работа придет. И так далее. Потому что работа – это не женская природа, на самом деле. Это мужская. И при этом женщине в этой, ну, неестественно, там, искать работу, там, еще что-то такое. Что делать? Ну, два лектора уже появились. Это хорошо. Взрослые люди должны рассказываться. Нужно обязательно руку поднимать. Это ведическая культура. Итак, стоп, 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 стоп. Я не сегодня еще не сказал. Смотрите. Невежественное поведение – это ничего не делать. Страстное поведение. Как определить, какая, какую работу мне найти? Страстное поведение. Это внешне решать вопрос. Тоже хорошо. Бегать и устраиваться на разные работы. Но не для женщины. Для мужчины – хорошо. Мужчины, так как природа мужчины – это трудиться работать, а природа женщины – это трудиться над отношениями, трудиться в семье. Мужчины, дорогие мои женщины, если бы у нас общество было очень развитое, если бы у нас была развита культура, то вам не надо было задавать мне эти вопросы. Я вам сейчас расскажу, как в развитой культуре живет женщина. Смотрите. Есть сфера социальной деятельности, в которой человек должен побеждать, прилагать усилия. Это сфера мужской деятельности. Есть сфера социальной деятельности, в которой идет забота о людях. Это забота о детях, забота о пожилых. Это забота о газонах, забота о птичках, о собачках, о всем, что окружает нас. Понимаете? Это просто взаимоотношения, поддерживать отношения, ля-ля-трой-ля-ля-делы. Понимаете, это все же сфера женской деятельности. Эта деятельность — это тяжелейший труд. Воспитание детей, забота о пожилых, забота о больных — это все сфера женской деятельности. Но в этой сфере есть одна особенность. В правильно созданной культуре в этой сфере никто никому ничего не платит. Потому что это сфера деятельности, в которой нет коммерческих или финансовых отношений. Понимаете, о чем я говорю? Там энергия любви действует. Там не должны быть коммерческие отношения. Учить людей надо просто, без всяких финансов. Вот когда я учился в школе, я не платил никому, мне никто ничего не платил. Были суперотношения с учителями, потому что они не зависели от денег. Как только коммерческие отношения в школе стали, может, учителя лучше преподают, но они хотят денег, а не давать людям знания. Понимаете? Их преподавание качественно имеет другую природу. Сердце другое, сердце у детей становится уже. Сердце вырастает другое, недоброе сердце вырастает, а коммерческое. Понимаете? Если бы у нас все было хорошо, тогда в обществе мужчины бы трудились, получали деньги. А все женщины бы занимались социальной деятельностью, в которой все строится просто на бескорыстной основе. Чего хочу, то и делаю. Хочу, преподаю. Пошла, преподаю. Выучилась на преподавателе, преподаю. И женщины занимаются этой деятельностью, потому что у женщин много любви. У женщин способность быть такой заботливой. Она естественным образом... В ней коммерческие отношения с детьми, нет? С мужем. Ну, сейчас, представляете, в странах, где еще меньше культуры духовной, как определить, что мало духовной культуры? Чем меньше отношения, чем менее возвышенные отношения в семье, тем меньше культуры духовной в стране. И можно говорить все, что угодно, но это факт. Там, где начинаются коммерческие отношения внутри семьи, там духовность еще ниже, там, где этих отношений нет. А я вам сейчас расскажу про одного своего друга, который много лет в Индии помогает мне, вот камни привозит мне и так далее. Заботится обо мне таким образом. У него такая ситуация была, что муж уехал от жены и оставил ее с ребенком в Индии. Один процент разводов. И я теперь, а у нас 80. И я убедился, почему у них один процент разводов. Ну, сбросил жену, все. Дальше что произошло? Родственники с обеих сторон начали общаться с друг с другом. А знаете, как ситуация в результате решилась? Это общение длилось полгода. И в результате этого общения что произошло? Этот человек, который бросил жену, он вернулся, чтобы поговорить с родственниками своей жены. И знаете, сколько человек пришло с ним с одним поговорить? Пришло порядка 20 человек. И они разговаривали с ним полдня. И они мне рассказали, что эти разговоры, они от любви были, вот такой вот высказник ним нежных слов и обнимания его, до конкретных убров с убийства и расправы, если он бросит ее. И через полдня он полностью отказался от этой идеи сбросать ее. Он взял с собой и поехал в Гималайю, где он там живет с ней, в Непале. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это означает очень сильные отношения в обществе, очень большая сила отношений. Невозможно развестись. Означает, надо любить. Не скакать от одного к другому, понимаете? Любить, учиться. Вот свою жену, вот тебе жена, люби. Учись любить. Тяжело любить, хочется сексом заниматься. А надо любить учиться, не просто. Почему у женщин спрашивают о работе? А потому что нет в обществе, недоразвитое общество, нет правильной структуры. Вот в Индии до сих пор многие, многие, какие-то женщины работают уже, финансовые отношения входят. Это признак деградации культуры. Сейчас везде культура деградирует. Но большинство женщин там находят в социальных отношениях, они решают все вопросы, они заботятся, они воспитывают детей, они в обществе создают вот эту вот среду любви. Женщины эту среду создают любви. И когда эта среда любви есть, женщине не надо париться, чем ей заниматься. У нее все само собой проявляется. И легко понять, что ей делать. Она чувствует, что ей надо делать. У нее сердце открыто, она жик-жик пошла своим делом заниматься. Женщины быстро распределяются. У женщин коллективное мышление, у мужчин индивидуальное. У мужчин все одиночки, у женщин все вместе. Поэтому женщины быстро скрутят мозги любому мужику, любому. Если в обществе правильная ситуация складывается, тогда женщины собираются вместе, еще один какой-нибудь старейший, она там рядом сидит. Но он ничего не делает, он просто кулаком стучит по столу. Все делает женщина. Они ему все мозги впарят, кому надо. Без проблем. А старейший говорит, правильно. Все. 50 женщин, один старейший. Все вопросы решаются. Женщины это сила, это влияние. Они могут, что хочешь сделать человеку. Этим должны женщины заниматься. Тогда могут быть проблемы. Они могут не туда ему мозги скрутить, а в эту сторону. Старейшего должен обязательно быть. Женщины влияние, ну да, надо их куда-то направить. Правильно, русло. Иногда женщины, они на эмоции не в то русло уходят. Но надо их немножко помочь. Каждый своим делом занимается. Есть мужчина, есть женщина. Без женщин невозможно жить, без мужчин невозможно жить. Все в обществе, общество создано Богом. Здесь все гармонично и совершенно в этом обществе. Теперь что делать вам? Вам не надо бегать, искать работу. Вам надо увеличивать свою духовную жизнь. Развиваться как личность. Смотрите, пирамида такая. Сначала молитва и наставник. Потом, дальше, когда есть молитва и наставнику человека развиваться. Слушайте меня внимательно. Это принцип развития любой личности. Особенно вот сейчас в данном случае для нее я просто пример привожу. Сначала молитва, практика молитвы самостоятельная. Потом, дальше, эта практика приводит к какой-то вере, к какой-то конкретной религии, куда бы я себя направил. Потом, дальше, в этой религии находится наставник. И находится после наставника общество любви, общечность людей, внутри которых я развиваю себя как личность. Люди в страсти просто работой связаны. Это значит нет отношений. Рабочие отношения нет отношений. Нет сердечных отношений, нет глубины. Люди, когда в страсти живут, то есть без веры, они как отношения строят? На основе родственных отношений означает просто вот сентименты и все. Мы любим друг друга, а что значит любовь, не знаем. Просто любим и все. Мы родственники. Все. Или дружба. Поехали вместе, нажрались там в лесу, поползали там, порубили деревья, костер пожгли, приехали довольны. То есть у нас дружба. Понимаете, настоящее сердечное отношение, они внутри религиозной среды только возможны. Потому что там люди, очень глубокие отношения, духовные, глубокие, друг к другу строятся. Создается семья внутри этих отношений. Семья, понимаете. Большая семья, уж не маленькая, большая. Социум людей. Культура. Там есть духовность, есть культура. Подождите, сейчас дальше. Вот когда вы на эту платформу уже встали, вот до этого дошли, дальше проблем нет. Потому что в этот момент, когда у вас психика развилась уже до духовной культуры, и вы получили защиту семьей, когда женщина стала защищена семьей, она стала самим собой. И в этот момент ее разум встал на место сразу. Почему вы не можете определиться? Потому что у вас нет поддержки. Женщине нужна семья, она должна быть окружена близкими отношениями. Когда она в этих близких отношениях находится, ее разум тверд. Она точно знает, что ей надо делать, как надо жить. Потому что разум женщины функционирует внутри отношений. Разум женщины работает, когда она много близко общается с разными людьми, и с помощью этого общения поддерживает свою силу разума. Мужчина силу разума поддерживает внутреннюю аскезу. Мужик сказал, мужик сделал. Внутреннюю аскезу. Женщина поддерживает силу разума с помощью отношений. Ей нужна семья. Если нет духовной семьи, нет разума, невозможно понять, что делать. Вы должны обрести духовную семью сначала. А потом вопрос с вашей занятостью будет решен без труда. Вот дайте это понять. А сейчас, когда нет духовной семьи, вы сами об этом говорите. Я вот выбрала уже, бац, мне мозги скрутили. Почему? Потому что у женщины разум неустойчив. Нет семьи, нет устойчивости разума. А? На работе нет духовных отношений. Женщина тает на работе, ей очень тяжело. Но если у нее есть духовная семья, она даже на работе не тает. Женщине придется работать сейчас, потому что женщина должна быть защищена семьей. Означает, что ей дают деньги на жизнь. Она занята многими делами. Но сейчас эта формация, культурная жизнь, она разрушается. Поэтому женщинам приходится работать. И так далее. Много таких возникает трудностей. Да, надо работать. Но если у вас есть духовная семья, это заменяет семью естественную, которая в обществе существует. Духовная семья дает устойчивость женщине. И, допустим, ей говорят, это не твоя работа. Она говорит, иди поговори с моими старшими. Сейчас вы с ними все решите, а потом мне скажете. Ну, спокойно. Не надо париться. Моя работа не моя. Думайте об этом. Иди, он с ним поговорит. Потом мне скажете, что правильно. Я послушаю. Проключайте телефон. Движемся вперед. У нас уже мало времени. У нас есть еще одна тема трудолюбия. Ну, давайте, хорошо. Особенности развития миролюбия у мужчин и женщин. Ну, давайте, хорошо, эту тему, тему мира, давайте еще раз ее закрепим. Это сейчас очень кардинальная тема для нашей жизни. Это очень актуально. Смотрите, первое, что надо понять. Духовная деятельность дает возможность человеку успокоиться в сердце и понять, что будет хорошо. Все будет хорошо. Первое, что происходит. Сердце становится спокойным. Означает, мы как сумасшедшие деньги не вкладываем, деньги не снимаем, не бегаем, продукты не закупаем, не продаем их, дачи, квартиры, машины, не сматываемся ни с какой стороны, никуда не бежим. Все, психика успокоилась. Но когда психика успокоилась, в тот момент, когда надо куда-то бежать, так же спокойно и побежишь. В спокойной психике все спокойно, проблем нет. Понимаете, человек спокойно взял, уехал, если надо. Нет проблем. Почему проблемы? Потому что психика неспокойна, человек начинает метаться. А, деньги туда, деньги сюда. Как покупаем доллары, кто-то наоборот продает. И понеслась. Мозгов нет. Почему? Потому что нет силы духовной успокоиться и трезво воспринимать ситуацию. Означает, что время задавило нас, нас начало от него трясти. Ход времени сделал болезни. Когда время очень сильно на тело давит, тело становится больным. Оно сковывает. Вот у меня сейчас по карме, по судьбе, время начинает влиять на тело. И тело становится больным. А я с помощью статических упражнений, аскезы, вкладывая в тело, побеждаю эту ситуацию. Время начало действовать на тело. Я совершаю аскезы для тела. Время начинает действовать на психику, как сейчас большинство людей в стране. Я совершаю аскезы над психикой. Я из ситуации не вышел. Она у меня внутри. Но что происходит? Я концентрируюсь на духовном, и ситуация постепенно, духовной силой переваривается. Она становится для меня очевидной. Все раскладывается по полкам. И я начинаю спокойно ко всему относиться, потому что враги заканчиваются. Понимаете? Враги заканчиваются. И вот на этом уровне, когда человек первую стадию прошел, у него враги закончились, все переварилось. Вторая стадия следующая, слушайте внимательно. Вторая стадия — это восстановление отношений. Смотрите, двойственность что делает? Одни люди теряют патриотическое чувство и разочаровываются в своей стране. Другие люди, наоборот, становятся фанатиками, патриотами и начинают давить на другие страны. Но когда человек сначала в разуме утвердился, у него психика успокоилась, он ситуацию переварил, он сохраняет правильное патриотическое чувство и при этом уважает патриотическое чувство других стран. Представляете, что происходит? У него спокойное отношение ко всему, что происходит. Почему? Потому что он переварил эту ситуацию, у него нет проблем с ней. Он понимает, что время давит всем на мозги, он спокойно относится. Граната взорвалась, шапки слетели, мудрецы сидят. Спокойно, они спокойно же сидели, правильно? Ну, спокойно сидели. Граната взорвалась, вот нормально. Гранаты взорваются иногда. Люди погибают иногда. Все нормально, живем дальше. В Багдаде все спокойно. Есть еще следующая стадия. А следующая стадия после этого, когда человек определился со своими чувствами, отношениями со всеми, когда у него в отношениях и в чувствах все успокоилось, вот тогда человек знает точно, что ему в этой ситуации делать со своей жизнью и со своей семьей, и со своей работой и так далее. Потому что у него психика работает как четкий трезвый индикатор, его никуда не зашкаливает. Понятно, да? А определяться придется. Придется определяться. И все эти стадии пройти придется, потому что это тот экзамен, который каждому сейчас придется сдать. Или будем как курица бегать то туда, то сюда от собачки. От собачки своей судьбы. То в ту сторону текаем, то назад, доллар меняем туда, сюда там, долой того, долой сего. Понеслась. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Надо успокоиться, просто успокоиться. Солдаты воюют, мирные люди живут мирно, каждый выполняет свой долг, но спокойным сердцем. До конца лекции осталось 5 минут. Так и до конца жизни тоже. Мы не дошли до трудолюбия. Работать никогда русским людям. У нас много других вопросов. А я надеюсь, что мы не зря с вами здесь были, так? Вы спокойно, все нормально? Я надеюсь, что я выполнил свой долг сегодня. Для меня это необычная лекция была, потому что ситуация необычная. И я очень много молился, чтобы эту лекцию прочитать правильно. Очень много молитв совершал. Для меня это очень важно. Спасибо. Давайте все сядем прямо. Сейчас у нас будет тренинг. Будем погружаться в духовную. Девушка оставила номерок, она не сможет уйти. Куда уйти? Значит, в буфете со мной за столиком была девушка. Она на столе оставила номерок. Вот эта девушка пусть подойдет ко мне, я отдам номерок, чтобы она получила свою верхнюю одежду. Вот спасибо вам. Кто-то теперь получит свою верхнюю одежду. Остановится мир на земле. Итак, все сели прямо. Это важно сейчас. Шантимантры — это такие удивительные молитвы, которые как раз читаются в то время, когда не хватает мира. И сейчас эта медитация крайне актуальна. И Господь будет это чувствовать в вашем сердце. Вы почувствуете это актуально в своем сердце. В древней культуре люди тысячами собирались вместе, разных духовных традиций. И поэтому в древней культуре были разработаны такие молитвы, которые приемлемы для всех. Например, вот эта шантиматра, первую строчку, которую мы повторяем. Это молитва, которая была разработана для всех культур и народов. Она звучит так. В сорве ибаванту сукинага я желаю всем счастья. В сорве шанту, шанти, шанту. Нирамая я желаю всем мира. В сорве ибадрани пашианту. Пускай все люди получат удачу в жизни. Чтоб у них все было хорошо. Накашчи ду, кабак, баведно. Пускай никто не страдает. Пускай никто не страдает. К какой-то вере относится, нет? Это ко всем относится. Ко всем. Это относится к миру на земле. И мы не будем все это повторять. Мы будем повторять только одну строчку. Я желаю всем счастья. Для того, чтобы настроиться на эту энергию мира. Для того, чтобы мир в сердце почувствовать. Для того, чтобы успокоиться. Для того, чтобы выйти из энергии ажиотажа, паники, безумия и страдания. И эта энергия сейчас начнет сначала утверждаться в этом зале, потом укрепиться, потом пойдет распространяться. Людям сейчас крайне не хватает мира. Только одному мира. Все остальное в полной степени присутствует. Для того, чтобы эта молитва была успешной, нам нужно сейчас и также еще одну важную детальку уточнить. Что человек во время этой молитвы должен вспомнить святость. Потому что сила приходит от святости. Она не может просто внутри сердца сама возникнуть. Нужна связь. Эта связь возникает в результате мысли человека. В результате того, о чем он думает. Это называется настрой или настроение. Допустим, человек говорит, я тебя люблю. Но у него есть настроение. Или это его просто корысть. Или он действительно искренне любит. Или его заставили так сказать. Есть много примеров настроения. И настроение передается, а не слова. Понимаете? Настроение должно быть такое. Я хочу служить святости. Я хочу жить для святого. Меня защитит святость, чистота, возвышенность. Надо вспомнить какую-то святыню свою. Не чужую, а свою. Своей вере. Вспомнить священное писание. Святое место. Святую личность. Вспомнить икону чудотворную. Вспомнить имя Бога. Вспомнить, как мусульмане пишут Аллах. Имя Бога пишут. Вспоминают это имя. Священное писание. Поклоняются святому месту. Останкам святого человека. Есть много способов соединения с этой высшей силой. Святостью. Человек должен сейчас, мы все должны сейчас настроиться там, где мы чувствуем эту связь. И повторять, я желаю всем счастья, означает, я хочу служить этой силе. Я хочу служить энергии мира на земле. Я хочу быть слугой не страстей, а любви. Я хочу быть слугой не глупости, а знания. Я хочу в сердце культивировать чистоту, а не панику. Понимаете? Я желаю всем счастья, означает, что я действую от лица кого-то. От лица кого-то, кого я вспомню. Я желаю всем счастья. 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 Я живаю 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 всем счастья. Я живу всем счастьем. Я живу тебе что-то. Еще два объявления. Я извиняюсь, еще два объявления. 31 марта по 2 апреля в 19.00 найти свое предназначение. Будет трехдневный семинар моего друга Александра Шахова. И вот есть у нас календарь законы счастливой жизни. Можно покупать на 2014 год. Еще я хочу также сказать, что я не спал ночь и сегодня не будет консультации, как обычно, допоздна. Я только своих пациентов посмотрю, которые здесь лечатся. И мне придется завтра рано утром лететь в Минск, два дня там, потом в Питер. Ну то есть тяжелая такая ситуация жизненная. Сегодня не будет консультации, потому что я боюсь потерять здоровье. Продолжение следует...